Приветик солнышке! Улучшение плавильни, которое ускоряет в 2 раза переплавку всяких металлов. Это улучшение скорости, опять же увеличивает время, но опять потребляет количество топлива в 2 раза больше. И улучшение фабрики. Улучшение фабрики, оно короче получается добавляет энергию и увеличивает количество слотов в 6 раз. 3 печки, в принципе этого хватило, теперь у меня даже никаких чанков не скапливается в моей МЕ-системе. Но к большому сожалению, всё это мне пока что даёт только удвоение руды. Но конечно же моя еврейская душа хотела бы получать намного больше. Также вы наверное заметили, что здесь больше нет никаких проводов, которые переводят энергию. Все провода я решил заменить вот на такие эндергейты из мода Пова. При помощи них без проводов можно перетаскивать энергию, так же как и при помощи Flux Networks. Только в этом случае здесь у нас с вами есть какое-то ограничение, и это ограничение зависит от тира. В принципе этот мод мы с вами начали ещё распахивать в прошлой серии. Вообще вся наша с вами генерация энергии происходит через магматеры, как раз таки из этого мода. Если же в прошлой серии у меня их было всего лишь 5, то за кадр мне пришлось добавить ещё 5. Но в принципе, как видите, энергия в них скапливается, а значит, что этого количества даже много. Теперь выработка 80 тысяч в Ефтик, но в принципе этого пока что хватает. К большому сожалению, пока на полное ускорение СИД энергии недостаточно. Но думаю, что совсем скоро с этим мы с вами решим все проблемы. Торговец, кстати, пришёл, и вы только посмотрите, какая у него алмазная кирка. Просто эффективность 5, Фортуна 4. Ну, я думаю, это надо приобрести. И вот знаете, сколько я уже играю на данной сборке, мне уже порядком надоело что-либо делать ручками. Поэтому я хочу уже начинать делать какую-то продвинутую мне систему и делать крутые автокраптики. В своём телеграм-канале на днях я проводил опрос, какую систему мне лучше будет выбрать. Либо это же будет Applied, либо Refined Storage. Большинство, кстати, проголосовало за второй вариант. Но честно говоря, Applied мне симпатизирует больше. Да, в отличие от Refined Storage же здесь будут лимиты на каналы. Но на новых версиях данный мод потерпел большие изменения. По крайней мере, на данной сборке у него есть огромное количество аддонов, которые улучшают геймплей с ним. Ну и в общем-то, пока мой выбор упал на Applied. Возможно, в будущем будут какие-то гибриды с другими приколами, но пока что остановимся на нём. Забегая немного вперёд, для всего этого нам с вами придётся найти где-то прессы. Но так как мы всё-таки с вами находимся на Скайблоке, у нас с вами есть небольшие проблемы с поиском метеоритов. Так как здесь их просто нет. А это получается, что для того, чтобы заполучить данный пресс, нам необходимо его только скрафтить вручную. Как раз таки для этого нам с вами потребуется эссенция из Mystical Agriculture. Но здесь, как понимаете, необходимо получить семечки. И для крафта таких семечек нам потребуется огромное количество инфермиумной эссенции. У меня же всего их пока что 18. Ну и получается, что один из самых простых вариантов получения данной эссенции, это пока что сделать семечки. Начать их высаживать и выращивать. Да начнётся самый интересный геймплей. Совсем немного подряд жопой, рядом с этими цветочками у меня уже 1000 эссенций в кармане. Повторюсь, что для семечки стеного кварца нам с вами потребуется тертиумная эссенция. Она же в свою очередь будет получаться из претентиумной, которая в свою очередь получается из инфермиумной. Для этого всего нам с вами необходимо будет сделать кристалл наполнения. Делаем камень процветания, прокачиваем его при помощи инфермиумной эссенции. И уже из этого всего создаём свой первый инфермиумный кристалл наполнения. Для крафта претентиумной эссенции в свою очередь уже потребуется 4 инфермиума. Так что крафтим, и вот самое интересное, что будет ли данный кристалл чиниться в нашем инвентаре. И по всему видимому, что наш талисман починки не работает на него. Это, конечно же, очень печально. Ну ладно, хотя бы что использованный кристалл уже можно будет проапгрейдить до следующего уровня. И вот уже эссенция третьего тира у нас с вами в кармане. Также для создания всех этих семечек нам с вами потребуется сделать алтарь. Для работы с данной штуковиной нам необходимо будет еще 8 пьедесталов. Их же можно будет просто установить на место, где нам с вами покажут. Ну вот, в принципе, уже и полдела сделано. Делаем базовые семечки процветания и 4 кварцевых блока. Раскидываем все это на пьедесталы. Ну а на алтарь кладем базовые семечки. Для того, чтобы все это активировать, нам с вами потребуется какая-нибудь кнопочка. Бамс, и процесс пошел. Ох, уже новый день наступил, а я уже и забыл про эти семена. Так что высаживаем их на грядочку и начинаем по новой формить эссенцию. Ну и думаю, что на первое время стака нам с вами хватит с головой. Ведь нам все равно необходимо сделать только 4 основных пресса. Но вообще, в дальнейшем при помощи этой эссенции можно будет автоматизировать получение чистого кварца, либо же его пыли. Но для этого придется создавать огромный автоматический огород. Ну и, соответственно, какие-то еще крафтики, прикрафтики и тому подобные приколы. Возвращаемся к созданию ми-системы. Для начала мы с вами делаем зарядник и парочку прессов. К примеру, при помощи данного зарядника мы с вами можем заряжать кристаллы истинного кварца. Для того, чтобы получать заряженный кварц. Но в данный момент для нас это не совсем-то и актуально, потому что весь этот с вами заряженный кварц мы получаем путем просеивания песка на сите. И в ми-системе у меня его скопилось уже 7000. Но при помощи высекателей мы с вами будем получать процессоры. И, кстати, оба эти механизма требуют для своей работы энергию. Пока что я воспользуюсь эндергейтами. Все же беспроводная энергия, это круто. И вот, наверное, у человека, который видит впервые данную штуковину, есть один небольшой вопрос. Зачем 5 высекателей? Когда у нас с вами имеется всего лишь 5 прессов. Дело в том, что данный пресс у нас с вами выступает в качестве формы. При помощи него мы с вами получаем отпечаток. В дальнейшем эти отпечатки необходимо будет собирать поедино и получать процессор. И как раз таки получается, что в 4 из 5 мы с вами будем получать отпечатки, а в 5 делать уже процессоры. Да, и в первое время нам придется с вами поработать ручками. Но уже буквально через несколько минут мы с вами все это автоматизируем. Но для начала нужно поспать. Ведь отличный сон обеспечивает хорошее настроение на весь день. Что же касаемо самих процессоров, для этого нам с вами потребуется отпечаток, о котором я говорил ранее. Обязательно редстоун. И конечно же обязательно, что является базой этого всего, это отпечаток из кремния. Сам же кремний из аплайда мы с вами получаем путем обжарки пыли истинного кварца. Но здесь мы с вами можем использовать абсолютно любой кремний. Это же может быть кремний либо из эндрайо, либо же из рефайн сториджа, либо же из аплайда. И как по мне, самый его простой вариант получения, это просто обжарить кварц в печке. Привет, торговец. Ну, у тебя ничего интересного нету. Можешь уходить. Безусловно, что автоматизировать в первое время это можно будет все при помощи тех же самых лазерных нот. Но все это необходимо будет только для создания первой сотни процессоров. Также есть еще одна разновидность кварца, это флаксовые кристаллы. Для того, чтобы их создать, в воду необходимо будет выкинуть редстоун, кварц и заряженный кварц. С одного стака мы сразу же получаем два. К примеру, при помощи них в дальнейшем можно будет сделать ускорители, для того, чтобы ускорить соответственно все механизмы. А еще всякие шины экспорта и импорта, для того, чтобы они быстрее работали. Теперь же можно переходить к самому главному и интересному, это создание самого ME контроллера. И как раз таки для его создания нам с вами потребуются флаксовые кристаллы и небесный камень. Пыль этого камня мы с вами точно так же получаем при просеивании песка. Накопилось у меня уже порядка 40 тысяч, поэтому это все теперь нам с вами необходимо собрать и закинуть в печку, для того, чтобы получить небесный камень. И потом еще раз его туда закинуть, для того, чтобы его превратить уже в гладкий блок. И теперь таки без каких-либо проблем можно создавать целую кучу ME контроллеров. О, и кстати, разработчики в игру добавили целую гайдовую книгу. Для того, чтобы ее открыть, нам необходимо зажать кнопочку G. И прямо как в крейте у нас с вами открывается целый гайд. Очень много всего интересного, полезного вы здесь сможете найти. Даже, к примеру, какие-нибудь приколы и советы. Что же касаемо ME контроллера, здесь нам с вами говорят, что его можно строить 7 на 7 блоков. То есть мы с вами можем сделать вот такой вот куб. Показывать на примере, как можно размещать блоки и как нельзя. В общем-то, все самое интересное и полезное можно найти тут. Но вообще, на первый взгляд, это вот такой вот футуристичный простой блок. И вроде даже ничего обычного в нем нету. И вот для того, чтобы он начал сиять красками и, в принципе-то, начал работать, необходимо его будет подключить к энергии. Теперь с каждой из своих шести сторон он будет передавать по 32 канала. И, соответственно, любой прикол, который мы к нему будем подключать, к примеру, это будут терминалы, интерфейсы, либо же шаблонный провайдер. Все это, в свою очередь, будет кушать по одному каналу. За исключением каких-нибудь механизмов. Теперь же, что касаемо проводов. Во-первых, у нас с вами имеется кварцевое волокно. При помощи такого провода мы с вами не можем передавать канал, а можем передавать только энергию. А это получается, что дальнейшие соединения у нас с вами не будут влиять на нашу основную ME систему. И это получается, что у нас с вами будет создаваться подсистемы. О том, что такое подсистема и как ей пользоваться, мы с вами поговорим в дальнейшем, как-нибудь когда это мы с вами будем затрагивать. Но пока можете поизучать гайды, если вам это интересно. Добавив кварцевому волокну уже два флаксовых кристалла, мы с вами можем получить флаксовый кабель. И вот он как раз-таки будет передавать каналы. Но если мы его даже с вами так подключим, то ничего не увидим. И как с ним работать, тоже непонятно. Для того, чтобы читать информацию, его необходимо будет покрыть шерстью и прокачать его при помощи редстоуна и светопыли до умного кабеля. И в случае, когда мы его с вами подключим к ME системе, либо же подведем ему энергию, то увидим, сколько каналов у нас с вами используется. Но вот, блин, незадача. Кабель-то у нас с вами переносит 8 каналов, а контроллер только с одной стороны выдает 32. И вот для того, чтобы нам с вами переносить 32 канала, нам необходимо объединить эти 4 кабеля и получить плотный кабель. Подключаем его к ME системе и видим, что он передает уже 32 канала. Ну прям какая-то магия происходит. Теперь же, для того, чтобы взаимодействовать с нашей ME системой, ну а точнее открыть этот самый большой сундук, нам необходимо сделать несколько терминалов. Для себя я выделяю всего лишь 3 основных терминала. Терминал для крафтов, для кодирования шаблонов и терминал для удаленного доступа к провайдеру шаблона. И все это на первое время можно подключить к нашей ME системе. А вот если бы вместо обычного флаксового кабеля мы бы с вами подключили умный, то увидели бы, что здесь появились какие-то полосочки. А сверху показывает, что у нас с вами используются целых 3 канала из 8. И вот как раз таки эти 3 терминала используют 3 канала. Так что каналам обязательно нужно обращать особое внимание. А то построить какую-нибудь автоматизацию, она у вас просто работать не будет. А потом начнутся какие-нибудь глупые вопросы. Почему тут? Почему это? Почему то? Ну вот в общем-то. Касаемо еще кабелей, мы с вами можем их покрасить в какой-нибудь цвет. В таком случае терминалы приобретут цвет этого кабеля. А самое же главное, что кабели разных цветов у нас с вами просто не будут коннектиться между собой. И вот для того, чтобы их соединить между собой, необходимо будет использовать обычный кабель. К примеру, это может быть умный кабель, либо же плотный, либо же обычный флаксовый. Но опять же повторюсь, что обязательно нужно следить за каналами. К примеру, если вы от меня контроллера поставите умный кабель, потом к нему подключите толстый кабель, а потом опять какой-нибудь кабель, то в таком случае он у вас не будет передавать 32 канала, а будет передавать всего лишь 8 каналов, которые он изначально, получается, забирает от контроллера. И вот вроде бы вы сделали ME-систему, даже сделали терминалы, но предметы вы почему-то не можете положить в него. Дело в том, что ему некуда это складывать. Для этого необходимо сделать ME-драйвер. Дальше нам с вами потребуется сделать какие-нибудь компоненты хранения. Из одной тысячи мы с вами можем сделать четыре тысячи, из четырех тысяч можем сделать шестнадцать, из шестнадцати тысяч – шестьдесят четыре. Ну и соответственно, если у вас стоит какой-нибудь аддон еще, то можно улучшать дальше и дальше. И вот дальше уже из этого компонента можно будет сделать ячейку хранения. Присоединяем дисковод к ME-системе и закидываем в него ячейку. И вот только в таком случае мы с вами можем складировать предметы в наш большой компьютер. Опять же, стоит обратить свое внимание на ячейки, так как они у нас с вами имеют байты и типы. Байты у нас с вами отвечают за количество предметов, которое может храниться, а типы – за типы предметов, которые тут есть. То есть, соответственно, чем больше мы с вами закинем туда, к примеру, каких-нибудь инструментов, которые имеют прочность, тем меньше предметов у нас с вами сможет храниться в этой ячейке. Да, соглашусь, что здесь немного сложновато. Но просто не стоит забивать ME-систему предметами, которые не стакаются. Но вообще на данной сборочке стоит аддон, который добавляет диски без типов предметов. Соответственно, в них мы с вами можем складировать абсолютно все, что только можно. Теперь же, что касаемо каких-нибудь автокрафтов. На новой версии ME-интерфейс у нас с вами разделился на два блока. Это получается провайдер шаблонов, ну и, собственно, сам ME-интерфейс. Теперь же только провайдер шаблонов у нас с вами будет отвечать за автокрафты. Ну а при помощи ME-интерфейса точно так же можем подавать и забирать предметы. И, пожалуй, все-таки первыми автокрафтами у нас с вами побудут вот эти вот высекатели. Присоединяем к ним шаблоны и провайдеры. Их, в свою очередь, подключаем к кабелям. А кабель, получается, подводим уже к нашей ME-системе. Вот, в принципе, теперь у нас с вами здесь используются пять из восьми каналов. Значит, все пять ME-интерфейсов подключено. Тяжело привыкнуть к новой версии и называть интерфейс провайдером. Но как-нибудь я с этим справлюсь. Соответственно, для того, чтобы кодировать какие-то шаблоны, нам необходим сам бланк шаблонов. Поэтому делаем парочку штуковин. И дальше нам с вами необходимо воспользоваться терминалом, который отвечает за кодировку. И, кстати, в новой версии, помимо двух стандартных позиций, это шаблон крафтов и шаблон для процессов, также еще появились шаблоны для кузни и камнереза. Ладно. Помещаем сюда шаблончики. Находим в J нам необходимый крафт. К примеру, это будет вычислительный отпечаток. Нажимаем на данную кнопочку и крафт у нас с вами переносится. Убираем лишний, получается, пресс, потому что он у нас с вами не будет использоваться, так как он уже находится внутри высекателя. И нажимаем на стрелочку для того, чтобы закодировать шаблон. И проделаем все те же самые действия для остальных крафтов. Теперь у нас с вами имеется целая куча шаблонов, которые необходимо разместить, получается, в каждый провайдер. Для этого достаточно его открыть и просто засунуть сюда паттерн. Ну а для того, чтобы высекатель нам с вами автоматически выдавал все предметы обратно в наш с вами провайдер, необходимо здесь нажать на кнопочку автоэкспорт. Ну и, соответственно, всю нашу старую с вами автоматизацию можно просто снести. Открываем ясистему и у нас с вами появились новые предметы, которые мы с вами можем создавать. Ну, точнее, у них есть надпись крафт. Значит, их можно крафтить. Но пока что мы с вами не можем ничего делать, потому что наша ясистема с вами пустая. Ну и так как мне пока что лень переносить все свои ресурсы и подключать ту штуковину, эту штуковину, еще какую-нибудь, к моей системе, мы с вами пока что воспользуемся небольшим лайфхаком и сделаем внешнюю шину хранения. Подключаем шину хранения к кабелю и к ней подключаем интерфейс, логический кабель и также еще Omni Directional Connector, для того, чтобы запитать это все с нашей системой из Integrated Dynamics. Таким образом, когда мы с вами откроем, увидим, что здесь у нас с вами есть целая куча различных предметов. Но при этом наша карточка с вами до сих пор пустая. Круто ведь, да? Вот такие вот лайфхаки знаю. И, соответственно, из-за того, что у нас с вами есть те же самые вычислительные процессоры, у нас теперь с вами нету буквы крафта, а появился слева сверху плюсик. Поэтому мы с вами можем нажать на колесико и таким образом мы с вами можем выбрать количество, которое нам необходимо скрафтить, к примеру, тысяча. Нажимаем на кнопочку Next и нам пишут, что нам не хватает силикона, ну ладно. И, в принципе, это все есть, но почему-то мы с вами до сих пор не можем сделать. А все потому, что у нас с вами нету крафтовых CPU. Для решения данной проблемы нам необходимо будет сделать крафтовый юнит. Его объединяем с карточкой для того, чтобы получить крафтовое хранилище. А также крафтовый юнит объединяем еще с инженерным процессором для того, чтобы получить сопроцессор. Если объяснить его смысл в двух словах, то наши крафты будут делаться еще быстрее. Ну а так просто мы с вами будем взаимодействовать еще с большими машинками, соответственно, благодаря чему повысится наша эффективность. Теперь же эти два блока необходимо подключить к нашей Mi-системе. И вот только сейчас у нас с вами доступна кнопочка старта, поэтому нажимаем, открываем и видим, как это все быстро делается. Что касаемо автоматизации машинок, с этим вопросы решены. Для того, чтобы автоматизировать крафты, которые создаются в верстаке, нам с вами потребуется молекулярный сборщик. Для его подключения к Mi-системе мы сначала с вами используем, получается, провайдер, а только потом ставим сам уже сборщик. Сюда засовываем те же самые шаблончики и, в принципе, крафтики делаются. Также в него еще можно засунуть парочку ускорителей для того, чтобы это работало еще все быстрее. Ну и, в принципе, давайте пока что на этом мы с вами остановимся, чтобы не загружать вас так сильно. А на этом я буду прощаться, большое спасибо, что поддерживаете, всем удачи, увидимся уже совсем скоро.